Приветствую вас. Немного сумбурно вы все написали, но я думаю, что есть две основные проблемы, которые вам хочется на данный момент решить. Первая проблема это то, что вы хотели бы наладить отношение со своей мамой. И второй момент это отношение с вашей мужчиной. Значит, что касается вашей мамы, то здесь произошло смешение. Если хотите, смешивание, корреляция, то есть соединение одного рода отношений с другими. Ваша мама привыкла к тому, что вы бываете в ее компаниях и, в общем-то, хорошо общаетесь с ними со всеми. С мамой и с вашими друзьями. Но когда вы начали сейчас смешение из ее компании, для нее это оказалось очень неожиданным. То есть человек оказался просто-напросто не готов к тому, что вы будете на равных встречаться с кем-то из ее окружения. Для нее это действительно показалось неприемлемым и позорным по какой причине? По причине того, что все-таки она считает вас ребенком, а мужчина, с которым вы хотите встречаться, достаточно взрослый, он старше вас на 17 лет и годится вам в отцы. И мама, основное, что не понравилось вашей маме, это то, что вы встречаетесь по сути дела с вашим возможным отцом. То есть вы встречаетесь с отцом. И для нее именно это оказалось позорным, потому что ведь все в ее компании вас знают. И она, наверное, боится, что вы, встречаясь с мужчиной, дадите ей повод для сплетен в отношении вашей мамы, что это она заслата вас, в общем-то, с таким мужчиной, который родится вам в отце. И этим самым вы нагладываете на нее, на ваших мам, негативный отпечаток репутации. Вы знаете, вам в этой ситуации нужно просто немножечко переждать, потому что мама, она в шоке от того, что произошло. Она явно не ожидала этого. И она явно боится, явно дорожит репутацией в той компании, в которой она находится, и в которой вы тоже бываете. Соответственно, просто подождать немножко, пока она успокоится, и тогда еще раз спокойно поговорить и все обсудить, что же именно не нравится вашей маме и чего бы она хотела. Но это ваша жизнь, и вы очень взрослая, и какой бы вы взрослой не были, как бы вы не были близки со своей мамой, все равно вы именно мама и дочь. И ваша мама, она, скорее всего, относилась к вам покровительственно больше. То есть, ну, она позволяла вам быть в ее компании, она позволяла вам проводить там время, она позволяла вам общаться, просто потому что, ну, может быть, чтобы вы были к ней ближе, может быть, чтобы можно было за вами присматривать. Может быть, просто потому что с вами было веселее. Но в глубине души у нее всегда было ощущение, что это вы в ее компании, и, как бы, вы просто гости в ее компании. То есть, эта компания ее, а вы, как бы, просто гости. Сейчас, если вы будете встречаться с мужчиной, то, по всей видимости, вы станете равноправным членом этой компании, и этого мама не хочет. Просто потому что она не настолько, видимо, с вами в хороших отношениях, именно с точки зрения дружбы, как вы думали. И это нормально. То есть, у вас же основная ошибка здесь в том, что вы, наверное, считали маму своей подругой. Отдумай, как она все-таки мама, и вы забыли о том, что она ваша мама. И здесь материнский клиник, видимо, сыграл, проявился в такой, немного извращенной форме. По воле вашей мамы расчувствовать себя ущемленной, именно как мать. Далее, вы пишете такую вещь, что боитесь, что она бабочке расскажет. Ага, боитесь, что она бабочке расскажет что? О чем? О том, что вы встречаетесь с мужчиной? Ну и что? Вы же не скрываете того факта, что вы встречаетесь с тем, кто старше вас на 18 лет. И бабочка, соответственно, рано или поздно это бы узнала. Так что же вы все-таки боитесь? Чего вы боитесь из вашего письма? Если честно, не понятно. Но, так или иначе, если вы решаетесь встречаться с мужчиной, то вам нужно быть готовой к тому, что всегда будут какие-то нотки, какие-то элементы обсуждения за стороны других, потому что это общество. И в обществе, к сожалению, по-другому не бывает никогда. А дальше, теперь что касается этого мужчины. Значит, мужчина не звонит вам с вчерашнего дня, и если честно, эта ситуация, она довольно двусмысленная, на мой взгляд, потому что, смотрите, мама очень бурно отреагировала на то, что вы будете встречаться с человеком. Надо с вами подралась. Да, она очень негативно это восприняла. Значит, у нее есть какой-то, ну, воздражающий фактор. И в контексте мужчины вы не написали, есть ли ваша мама и муж, что с вашим отцом, живет ли она с вашим отцом или нет. Но исходя из того, что вы написали, я думаю, что можно предположить, что ваша мама сама по себе неровно дышит к этому мужчине. И мужчина, он, возможно, не знал о том, что она, ваша мама испытывает к нему какие-то чувства, или может быть знал, но у них эти отношения были в прошлом. И у мамы руководит ревность. Ревность, что вы ее дочь как-то пытаетесь встречаться с мужчиной, к которому она сама неравнодушна. Это может быть вызвано и как раз таки поведение вашего мужчины, что он вам не звонит. Это может быть и, это объясняет и поведение вашей мамы. В таком случае, если все это действительно так, то вам стоит позвонить своему мужчине один раз и просто так ненавязчиво, неправильно поинтересоваться, как у него дела, какое-нибудь настроение, чем он занимается и так далее. В процессе диалога вы увидите, прочувствуете, поймете, как человек, вообще-то говоря, к вам относится. То есть, как он вас воспринимает. А готов ли он, например, вас видеть, рад ли он вам. Это очень важно. Это очень важный момент, потому что, если он не готов, или если вы увидите, что мужчина негативно настроен на вас, негативно настроен по отношению к вам, то, что в таком случае можно власть о том, что общение с ним у вас на данный момент закончилось. Здесь нужно человека немножечко отпустить. Здесь нужно человеку дать побыть одному, чтобы он сам сделал выбор. Побыл наедине с собой, побыл в уединении и подумал о том, кто для него ваша мама и кто для него вы. И тогда, я думаю, спустя какое-то время вам стоит позвонить ему еще раз. И тогда уже будет понятно, есть ли будущее ваше отношение или нет. Что касается вашей мамы, то мне бы хотелось сказать про нее еще то, что она сейчас в аффекте. То есть в очень сильном эмоциональном переживании. И, знаете, стараться пресечь эмоциональное переживание не имеет смысла. Если оно началось, то оно уже будет литься столько, сколько ему положено. И пока не так кончится оно естественным образом, любая попытка пресечь его будет обращиваться достаточно негативно для вас. Да и для нее тоже. Поэтому постарайтесь дать своей маме возможность успокоиться. Возможно, вам придется еще раз вытащить ее вспышку. Но чем дольше, чем сильнее эта вспышка, тем больше уверенности можно говорить о том, что она сама заинтересована в этом мужчине. И ее волнуют те моральные дилеммы, о которых я вам говорил ранее. Что касается вас, то я думаю, что это хороший опыт, чтобы понять общественную реакцию на ваш выбор. На, может быть, один из первых серьезных выборов в вашей жизни. Вам это очень хороший опыт для того, чтобы увидеть, как люди, окружающие люди, даже те, кто вас понимал, до сих пор, пока вы делали все то, что они хотят, меняют свое отношение к вам, как только вы начинаете проследовать свою какую-то цель, свое желание и действовать так, как хочется именно вам. И вы знаете, именно так и рождается личность в контексте практического развития. То есть, когда человек вступает в противоречия с другими, даже с теми, кто раньше был ему дорог, блин и так далее, и какой урок вынесет этот человек из данной ситуации. Будет ли он действовать так, как говорят ему другие, или он будет действовать исходя из своих целей. Решать вам так, как вы хотите, так все и будет. Я не думаю, что имеет смысл здесь вам советовать, да и непрофессионально это будет. Поэтому решайте сами. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok